Здравствуйте, уважаемые любители искусства, начинающие художники, а также их родители. Я продолжаю свою серию разборки своих этюдов для того, чтобы показать, как они делались, что я, художник, подразумевал под работой над этими этюдами, для того, чтобы помочь начинающим, ну или уже состоявшимся художникам поделиться своим опытом или доразвить ваши уже состоявшиеся способности. Знаете, как говорится, пчела, она и с дурма на мед носит. Когда-то, будучи начинающим художником, я читал огромное количество книжек, особенно искусствоведческих, чтобы разобраться, как этот художник или тот делал такую или другую работу. Но дело в том, что тогда не было интернета, тогда все было бумажное, или были живые свидетели, которых было немного, кстати говоря. Это обычно преподаватель, учитель, да, сколько их там было в вашем городе. Вот вспомните, сколько у вас было преподавателей изящных искусств, ну хотя бы рисования. Ну, может быть, в школе был, да, ну и все. Ну и у нас в советское время, конечно, их было побольше, потому что на каждом предприятии был художник-оформитель. Это чаще всего был образованный человек, у которого было формальное образование, и он, соответственно, мог что-то рассказать. Ну, например, мне художник Погребной вот в Люберцах сказал, что снег не белый, березы не белые. Ну, я был очень фантасмагорически удивлен, как это так, березы не белые и снег не белые. Да, снег не белый, березы не белые. У вас белая краска, это не свет. И когда светит самое яркое, например, лучик сварки, помните выражение, зайчика поймал, или солнце, например, через туманное небо пробивается, вот это белая краска, это максимум, что вы можете сделать на холсте. Все остальное должно быть, соответственно, загашено в тоне. Но это должен кто-то рассказать. То есть без проводника, без руководителя, без художника, педагога, без художника с большой буквы, хорошего человека, в общем, нормальному художнику на свет не появится. Читал я разные книги. Я вообще восхищался, как это искусствоведы. Я потом учился в Суриковском институте, был у нас искусствоведческий факультет, и мы там даже писали тему, сочинение на тему «Ржавый гвоздик» и его друзья в рамке. Так что я примерно знаю, что это такое. Я всегда восхищался, как это люди могут знать столько слов и укладывать их, знаете, один за другим, соединяя красиво, чтобы получалась книжка, ну, например, на 500 страниц, вот, называется она «Социалистический реализм», «Живопись социалистического реализма». Она на английском языке, но здесь 500 страниц. Я вам доложу мелким почерком, мелким шрифтом, с картинками, с фотографиями, ну, ладно, там, да, это картины. Есть там и табло, так называемое, то есть вкладки цветными же картинами, как вот эти вот, например. Ну, по-английски там читать трудно, язык своеобразный. Давайте я вам вот книжечку Жуковского, здесь тоже порядка 300 страниц, так для примера, чтобы вы поняли, как трудно начинающему художнику вообще разобраться в этом сложном мире. Картина день догорает, да? В картине день догорает, 1913 год, собрание Кончаловского, Киев, изображен уголок старинной русской усадьбы с заснеженным озером на закате солнца. Его последние прощальные лучи бросают золотистые оранжевые блики на снег. Эти теплые оттенки становятся более звучными в соседстве с холодными синими, голубыми и фиолетовыми тенями. Подобное резкое противопоставление теплых оттенков и холодных тонов обычно соответствует явлению рефракции солнца, когда оно закатилось, а над горизонтом видно лишь его изображение, в кавычках, утратившее слепящий эффект. Колористические контрасты в картине придают образу природы декоративное звучание. След солнца представляется золотистым полудиском, окруженным розовато-оранжевым ореолом. Выше небо приобретает жемчужно-золотистые и, наконец, жемчужно-зеленоватые и перламутровые оттенки. Нежные тона неба, постепенно почти незаметно переходящие один в другой, как бы примеряют спорящие между собой яркие краски земного ландшафта. Но вы поняли, чтобы хотя бы понимать, о чем это, нужно быть очень образованным человеком. То есть искусствоведы на сегодняшний день – это переводчики того, что вы видите перед собой в ваш мозг, то есть в ваш ум, то есть проводники в ваш ум. Потому что не каждый человек может разобраться, что такое черный квадрат или там никелированная рельса с ржавым гвоздиком в нее вбитым. Поэтому искусствоведы нам нужны. Но я придерживаюсь того мнения, что искусство все-таки должно быть понятно человеку, переводчики нам не нужны. Вот если вам нравится работа, и вы ее не можете объяснить, почему она вам нравится, но нравится, значит она хорошая для вас, для меня. Если не нравится, извините меня, сколько вы мне не объясняете про черный квадрат, мне не нравится черный квадрат. И он вообще малейочно рисовал 7 черных квадратов за всю свою творческую карьеру. Поэтому, наверное, они как-то отличаются. Но лично мне не нравится. И белый квадрат мне не нравится, и желтый круг мне не нравится. Вот мне левитан, нравится. какие-то вещи дали например да тоже хорошо хотя там но нам о многом можно поспорить ну хорошо я такое затяжное вступление объяснил да почему нам нужны проводники и преподаватели да и просто знаете художники вот тип меня который будет делиться с вами своими наблюдениями и своим опытом как из чего-то что-то получилось давайте вам покажу свою первую работу самую первую когда мне еще было 14 лет и учился я в восьмом классе и вот весной что-то вот на меня нашло и я взял краски и начал рисовать удивительно ну давайте посмотрим как это все выглядело много много лет назад в 1978 году и так прежде чем отправиться к моей самой первой работе я вам покажу одну из давнишних работ ну то есть я уже как бы стал мастером давайте заглянем стал я мастером нет я не стал мастером это 579 работа как я вам говорил мой преподаватель афанасий сухинин рекомендовал мне прежде чем стать мастером написать 2000 этюдов с натуры неважно что у меня был план надо по два этюда в день знаете всех нужно было подписывать вот пожалуйста 279 диркаченко 1989 год 3 курс плаката это уже в суриковском институте я был на третьем курсе учился я на плакате не на живописи большой был большим любителем природы то есть портрет конечно я тоже как бы мог сделать и неплохо я вам доложу есть мне шедевры по портретной живописи как-нибудь тоже вам расскажу но вот пейзаж меня почему привлекал картина на тот момент уже умерла знаете кино и захватила и исполняла функции картины пейзаж почему-то был да то есть жили мы маленьких квартирках не хватало виды из окна и вот иметь что-нибудь такое на стене приятное в рамочке но всегда было очень и очень здорово это под его ревском такие знаете замшелые полянки такие ковры из мха написано с натуры но я просто хочу показать что в общем чего я достиг через десять лет после того как я начал заниматься живописью итак первая работа вот она красавица река по диагонали как вы видите да из угла в угол но что может 14 летний ребенок принципе это мозги у него как у пятилетнего ребенка если не заниматься чем-то не практиковать то навыков у человека не будет имейте ввиду что искусство это не знание это навыки прежде всего то есть надо много-много раз что-то сделать прежде чем у вас получится но что-то похожее на произведение искусства а уж до шедевра но это уж совпадение случайности гениальности и опыта конечно без опыта но никак то есть до опыта здесь никакого была картонка обыкновенная не знаю где взял вырезал вот май 78 года подписан фамилии нет но поверьте это владимир деркач деркаченко собственной персоной я то есть небо как все знаете небо синее река синяя потому что вода является отражением неба как-то это я подсознательно знал трава и деревья зеленые ствол коричневые конечно а какой же как-то был в коломенском однажды художник стоял писал осенью весной в марте месяце стволы деревьев мокрые такие знаете была такая влага туман моросил дождик и он писал фиолетовой краской стволы я так рядом как стоял так у меня челюсть вот отвалилась и я никак не мог понять что с тобой дядя стволы же коричневые почему они фиолетовые у тебя на картине но потом посмотрел на ван гога да они не только фиолетовые они бывают еще и зеленые и желтые и красные зависимости от ситуации в общем все не так однозначно как говорят у нас веселые ребята горизонт у меня кто-то тут поехал но я это он должен был быть конечно горизонтальный раз он горизонт да вот так хотя бы но тут же я знал тогда в 14 лет что горизонт вещь горизонтальная и река должна течь как бы тоже по горизонтали ну хотя бы извиваться змею тем не менее вот это вам первая картина так что имейте ввиду что любой человек даже вот такой вот который кнопочками оттуда явно приклеивал эту картонку со временем может развиться достаточно способного и умелого художника это вот работа уже чуть попозже 78 год но это я подозреваю лето я уже уехал к бабушке в деревню там нашел какую-то тряпочку дерюшку такую старую где-то у нее сарайчики говорю по можно я у тебя возьму можно сделал сам подрамник набил на эту подрамнику вот эту тряпочку не знаю холст лет или сатин какой-нибудь ситец но тем не менее краска была какая-то эмаль в банке которые они красили подоконники белой краской на гре можно я загрунтую я знал что же есть грунт и но вот загрунтовал и по эмали масляными красками был такой набор за 2 20 по моему 2 рубля 20 копеек кисточками от клея нам вот наколбасил и тут в принципе уже кое-что есть во первых облака достаточно сложно устроены раз два три больших потом какие-то группа маленьких и потом такая общем трейн целый паровозик такой убежал куда-то этот парк это сложная конструкция это не снатора опять же это у меня из головы моя фантазия аллея какая-то с солнечными зайчиками какие-то деревья напоминающие орехи грецкие орехи там их на юге было очень много и они мне очень всегда нравились свои конструкции ствола тут какие-то наверное типа клёны или может быть липы лавочки кисточкой которая торчала все стороны нарисовать ножки у лавочки проблематично но я пытался отражение ну что раз зеленое здесь зеленое здесь небо небо все правильно молодец это я не очень уверен что это такое но будем считать автомобили на парковке хотя в семьдесят восьмом году автомобиль была такая же роскошь как примерно сегодня на лоб прилетела бы и попросила где мы запарковаться еще одна работа это тоже семьдесят восьмого года сзади не подписаны но вот впереди подписанная хорошо деркаченко семьдесят восьмой год вот он здесь указан это такая аллея это уже практически с натуры я помню я сделал рисунок карандашом а это уже прогресс потому что до этого я просто красками рисовал сразу и потом уже на месте так сказать студии на лавочке в огороде под тенью вишни сидел и рисовал вот это краски пахли замечательно мне это очень нравилось я рисовал на холсте это потом мне уже кто-то расскажет что нарисовать рисовать нужно в холсте или позади холста ну посмотрите тициана например на изображение должно быть там внутри внутри не на поверхности но я был начинающим не было все равно любая вот краска из искусственно пока еще не искусно но искусственно положенные руками уже было шедевром и это я читаю уже но наверное я до развился совсем до высокого мастерства тоже на той же гирюшки на юге там очень звездные ночи звезды размером в горох буквально светят так что даже если луны нет можно под этими звездами добраться до дома по улице разбитых фонарей это вот такая вот темная ночь лысая гора вот там где-то как же без лысой горы то там за ней где-то как-то бель должен находиться позади вот на гармыш это город старый крым и вот такая луна взошла огромная и светит я тогда еще ван гога как бы не знал не знал что можно вокруг этой луны вот так мазками провести и неровности от этих мазков при определенном углу угле света давали бы интересные отражения поэтому я в общем экономил краску и раскладывал ее очень тонким слоем и потом оранжевая краска ну какие еще звезды могут быть или красными например понаставил точек без всякого понимания созвездий но тогда на тот момент меня это удовлетворяло вот это вот зеленоватое вот на горизонте светлое такое это очень большая находка кстати я заметил что там от контраст поверхности земли и небо всегда очень и очень читаемый но потом не было туда дальше уже если нет засветки от города то темное и в этом темном совершенно этой темной бездне светятся яркие яркие мерцающие звезды вот вам пожалуйста начинающий художник так что если у вас вот такие работы немножко хуже или немножко лучше это уже очень и очень хорошо все друзья на этом мы пожалуй закончим разберем теперь какой-нибудь мой уже нормальные и туда чуть позже мне в другом сюжете до новых встреч дорогие друзья и успехов вам